hey guys вы на моем канале у нас уже получилось перерастить передний фендер а что же будет дальше просыпаешься в гараже вот все по-домашнему тапочки вот наш гараж время обед тут конечно в макдаке жиги-дрыги по телеку что-то еще может быть вот наша тачка все делается печка работает а на улице пиздец ладно ребят здесь из кусочков паяльником сделал временную фиксацию чтобы посмотреть что будет в итоге многие писали в комментариях то что нужно паять специальной паяльной станции и я так думаю то что мы ее замутим это лучше чем оно было и при пайке у меня созрел самый зашкварный план я считаю давным-давно надо было затопить это чертовой матери как на примере передних арок у нас задними арками тоже идет полный несрастец ничего друг другу не подходит чтобы вы понимали там был маленький уголочек чтобы можно было подогнать там подогнуть припаять тут мы по плоскостям вообще никаким не подходим и как решить эту проблему я сейчас вам расскажу многие знают то что у машин есть некоторые запчасти они взаимозаменяемые то бишь подходит на другие автомобили и тут созрел конечно же интересный план нам с этим перепадом не мучиться замутить вот именно такой молдинг я так примерно померил то что он подходит и тут по загибом а то что тут он отпилится как бы нам уже не важно потому что мы там будем делать локер но тут тоже есть небольшой нюанс то что тут это ребро идет маленечко по-разному и в итоге только когда мы в точно такое же возьмем пластик и приложим вот сюда мы поймем подходит он или нет нихуя не понял ну очень интересно вкратце и для тех кто не понял в общем берем точно такой же пластик перекидываем вот сюда смотрим как подходит потому что здесь по плоскости пойдет отрезаем вот эту заднюю часть можно прирастить сюда чтобы здесь не делать таких напилов по одну короче тут не паять и не мучиться и принципе почти все готово ну и чем не остается его только замутить в нашем регионе есть конечно же такие же большие магазины как авто 49 там ввс и тому подобное там эти молдинги стоят по 1200 и ждать 10 дней поэтому есть только один вариант купить его бушный это один наши нашли мы его с помощью авито я кстати не несу рекламу попрошу заметить нашел через авито позвонил пацана оказался адекватный говорит за пятихатку вам мадам для канала для развития спасибо тебе большое прям на видео в общем отправляемся к нему ля ты крыса ну вот и настал тот волнительный момент и что мы видим ну и что мы понимаем то что у нас ни хрена ничего не прокатило но есть конечно же один из вариантов то что вот эту часть взять и перепаять вот сюда но методом прикладки тут тоже мы явно видим то что ширина у них разная и теперь моя любимая фраза то что без перепела у нас ни хрена ничего не получится чтобы обойтись малыми жертвами вот этот молнинг у нас уже немного царапаны есть умятины чтобы было не жалко мы начнем я думаю с него а это оставим если что на эту дверь закрепили на пару пистонов а все остальные у нас поломались придется покупать новый но я принципе в любом случае когда что-то меняю делаю замены покупать новое и конечно же первый комментарий прилетит а это купил бушную держится теперь желательно как-то правильно разметить в итоге это практически нереально потому что фуга на две формы они все разные но методом прикладки мы примерно видим поэтому будем пилить по минималке лучше еще раз подпилить в общем уже потом на прикладке а шестьдесят три амгей летят нашли в москве вся слишком полосы масла слабочная сэмблэй и 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 ну чё ребят как вам такой илон маск но это имеет право на жизнь потому что других вариантов вообще никаких нет ребят чтобы попадать в горизонт я соответственно когда раньше снимал сделал тоже все отметки вот чтобы было все ровно да я сильно сейчас не прикручивал грубо говоря опять же на двух пистонах висит туда не обращайте внимание конечно есть небольшие зазоры есть места которые нужно спаивать в общем но визуально как это все будет но уже это видим как бы форма даже есть соответственно что нам осталось осталось приколхозить сам пендер и посмотреть что из этого будет опять же повторюсь для тех кто не внимательно смотрят на перемотки это временно а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С этой грубой подгонкой мы понимаем, что у нас получилось их все-таки поставить, но есть еще незакрытые вопросы. Есть такие продолжения, чтобы здесь делать все четенько, арка пошла. А здесь у нас на Бертоне тоже есть выпуски. Соответственно, нам нужно как-то еще переколхозить задний бампер и передний. Ну и как вы видите, спереди тоже есть такие же выпуски. Вот, их тоже надо как-то облагородить. Ну и вот эти вот места, конечно же, вот эти грязесборники, которые будут, их обязательно нужно заделать. Есть у меня пару мыслей, но это будет потом. Ну ладно. Ну а в целом, получилось неплохо, блин, вид у машины сильно изменился. Ну, с этой стороны, конечно, непонятно. Стоит будет, мне кажется, намного лучше, потому что там у меня есть подножка. Здесь, как вы знаете, в ДТП она пострадала, но она же здесь тоже будет. Но это будет вариться заново. Ну и, конечно же, тут немало влияет вылет колеса. USB-провода я вам сейчас покажу, просто нитки нет под рукой. Понимаем то, что вылет колеса еще не хватает сантиметров 5, как минимум, чтобы оно было вровень с аркой. Ну и с этого тоже выходит, конечно же, к вам вопрос. Ребята, если кто-то ставил какие-то проставки, как они себя ведут и нужно ли их ставить? Я, конечно же, много загуглил проставок, много производителей, много все пишут. Кто-то говорит, вот железные лучше, они дольше ходят, они там мощные. И в то же время от других слышат то, что они тяжелые и непрактичные. А есть еще из авиационного алюминия. Какие лучше из них, какие выбрать? Я не знаю, ребят, может, у кого-то есть какой-то опыт в эксплуатации, соответственно, каких-то проставок. Может быть, вы там что-то брали, что-то вам понравилось, то, что не понравилось. Пишите, пожалуйста, в комментариях и оставляйте там, может, ссылочку, где можно приобрести. В общем, ребят, самое главное, мне прям уже не терпится выгнать все-таки машину и посмотреть, как это в целом смотрится. Я пытаюсь вам снимать там то одну арку сниму, то вторую. Извините, гараж небольшой и общего картинки нет. Правда, на улице сейчас темно, но я попробую подсветить все-таки автомобиль и заснять вам нормально. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и, конечно же, я подумал, надо все-таки снять это все днем, чтобы было четко видно. Ну и, как вы заметили, у нас еще здесь стоит вторая Нива. Человек занимается приборным поиском всяких вкладов. В общем, не буду долго вас грузить, ссылочка будет в описании. Последняя находка была вот такая. Кстати, прошу заметить, насчет тоже, зачем мы делаем ходовые огни, чтобы светили назад. Чтоб копать спокойно. А здесь вот такое. У многих есть вот такие вот капоты. В принципе, оно прикольное, но мне не особо нравится. Почему? Сейчас я вам расскажу. Мне эта форма не нравится. Мне кажется, и многие покупают из-за того, что нет ничего другого. Если у нас получится, мы все-таки будем делать что-то другое. Единственное, если далека смотреть, непонятно, что с задней аркой, потому что она еще тут не закончена. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok